Сейчас я расскажу о темном функционале, который был добавлен в У-серии изначально, и часть этого функционала будет перенесена в более старые модели, которые MyPubX 3600 и MyPubX Pro. Итак, начнем, то есть сейчас вы видите новый интерфейс всех моделей, касающихся У-серии, данный интерфейс также будет поддерживаться в старых моделях Enterprise, прошивка сейчас уже подготавливается, скоро появится, и сразу хочу сказать, что опять-таки же, если вы хотите настраивать ATS на русском языке, вам необходимо использовать браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше. ATS по умолчанию находится на LAN-интерфейсе под IP-адресом 112.168.5.150. Если взять железку в руки, то у нас внизу есть наклеечка, где в принципе прописан какой интерфейс, какой IP-адрес, также указан логин и пароль. Логин и пароль по умолчанию админ паспорт. Немножко слов о данном интерфейсе. Данный интерфейс, он более привлекательный, гораздо быстрее предыдущего, с ним приятнее работать, и он более логичен. Мы долго просили производителей как-то упорядочить значения, потому что в предыдущей версии интерфейса все-таки немного скомканно было, люди частенько терялись и не могли что-то найти. Сейчас гораздо проще, все красиво, интересней. Ну и давайте по порядку вкратце. То есть система теперь работает следующим образом. Вот в правом верхнем углу есть статусы, система, IP-ATS, отчеты и соответственно выход. Раздел статусы, в этом разделе вы можете посмотреть статусы номеров, которые у вас сейчас есть. То есть вы можете оценить номера, которые зарегистрированы, зарегистрированы, подключены и так далее. Соответственно следующий это статус линии. Здесь также показывается подключение вашей физической линии и плюс в IP-линии. Принцип отображения статусов не изменен, он такой же как в предыдущих версиях интерфейса, кстати об этом я говорил на прошлом вебинаре. Если вдруг кого-то не было, вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube или непосредственно на нашем сайте IP-MATIKA. Далее статус системы, сюда входит некая информация непосредственно само ITS, я вот сегодня вам демонстрирую на модельке U300, то есть здесь прописана модель, сборка, непосредственно версия железа, версия программного обеспечения текущего, ну так же время и аптайм. И настройки касательно вашей сети, то есть здесь вы можете посмотреть, что у вас настроено на LAN, какой MAC адрес и соответственно настройки WAN, если они есть. Ну так же указывается тип статический или не статический и так далее. Следующий раздел – это раздел «Система». В данном разделе вы можете менять сетевые настройки, настройки маршрутизации, а также настройки межсетевого экрана. Если вы обратите внимание, то сейчас, как я уже сказал, более логично все разделено и куда проще ориентироваться. То есть в левом, с левой стороны начинаются сетевые настройки. Все, что касается сети LAN, WAN, DHCP сервера, настройки VLAN, настройки OpenVPN сервера, использование DNS, настройка маршрутизации, также настройка правил межсетевого экрана и некоторые системные настройки. Что здесь было добавлено? Помимо того, что я рассказывал на предыдущем вебинаре, здесь были добавлены такие функции, как и функция резервирования, давайте немножко сразу расскажу об этой функции. Что это такое? Это функция, которая позволяет фактически резервировать вашу АТС на такую же схожую модель. Соответственно, для того нужно выполнить некоторое количество условий, чтобы данная функция работала правильно. Что нужно? Во-первых, вам нужна точно такая же модель IP-АТС. То есть, если мы сейчас говорим про модель Code300, соответственно, две модель Q300, так как в них ничего изменить нельзя. Имеется в виду изменить в плане подключения или отключения каких-то физических интерфейсов. Потому что это одно из условий, если вы резервируете две IP-АТС, соответственно, все настройки должны быть идентичны. В том числе и использование физических интерфейсов. То есть, если у вас в одной АТС подключен GSM-модуль, к примеру, то и в другой АТС тоже должен быть подключен GSM-модуль. Это может быть несколько неудобно, но с другой стороны, это позволяет вам полностью резервировать весь функционал, использовать всю маршрутизацию, которая используется на основной АТС. И так далее. Что здесь можно сделать? Во-первых, можно посмотреть информацию о серверах. То есть, здесь показывается, точнее, о текущем сервере, что здесь показывается. Системная информация. Здесь указана модель, здесь указана версия программного обеспечения и какие физические интерфейсы имеются. Соответственно, на другой модель, должно быть то же самое. Помимо этого, можно посмотреть настройку IP-адресов. Тут сразу нужно говорить, здесь есть некий пример, как это должно выглядеть, как это должно работать. Сразу нужно говорить, что если вы хотите использовать функцию резервированная, то интерфейс, LAN-интерфейс у вас должен быть обязательно статическим IP-адресом. То есть, нельзя использовать GSM-сервер. Если вы используете GSM-сервер, то при включении данной функции, ATS вам выдаст системное сообщение о том, что вам необходимо изменить. Ну и есть небольшой пример по настройке параметров. Как параметры выглядят. Ну и об этом лучше расскажу. Что здесь имеется? Статус. Соответственно, вы увидите, что сейчас отключено. Изменив значение на да, открываются настройки. Есть два режима. Основная или дополнительная. То есть, основная ATS или дополнительная. Если указывать как основную, то мы считаем по умолчанию, что это рабочая ATS. Здесь нужно указать хост дополнительный ATS. Указать IP-адрес. Соответственно, опять же, второй ATS. Некий код доступа к ATS. Ко второй ATS. Пароль, соответственно, также задается. Виртуальный IP-адрес. Виртуальный IP-адрес должен быть идентичным как на первый ATS, так и на второй. То есть, все ваши устройства, которые будут подключаться непосредственно к основной ATS, они будут подключаться на виртуальный IP-адрес. И в случае отказа основной и включения резервной ATS, устройство также будет регистрироваться на этот виртуальный IP-адрес, потому что он указан на обоих моделях. И, соответственно, для пользователя это считанные мгновения. Практически пользователи не замечают, что ATS пришла в режим резервной работы. Ну, естественно же, текущие звонки, если они есть, они оборвутся. Далее, метод уведомления, в случае, если что-то происходит с ATS, то есть ATS переходит в режим резервирования. Здесь можно указать список электронных адресов. И придет некое системное сообщение, говорящие о том, что ваша ATS перешла в режим, ну, основная ATS отказала, и система работает в режиме резервирования. Также в разделе дополнительно настраивается как раз этот контроль времени, после которого срабатывает переключение на резервную. То есть некий Keep Live. То есть каждые 2 секунды ATS будут общаться между собой. И, соответственно, если в течение, по-моему, 120 секунд а вторая ATS не ответила, то система переходит в режим резервирования. То есть данные параметры настраиваются. Опять-таки же здесь есть подсказочки. И, как уже хочется сразу сказать, что данные значения, это значения по умолчанию, они рекомендуемые. Вы, конечно же, можете их менять, но лучше не менять. Ну, соответственно, на свое усмотрение. Далее, что здесь еще было добавлено? Была добавлена такая функционала, как уведомление об атаках. Я немножко рассказывал на предыдущем вебинаре об этой функции. Здесь эта функция работает точно так же. Давайте повторюсь. Мало ли, может, кого-то не было на том вебинаре. То есть что это такое? По умолчанию у вас межсетевой экран включен. Есть некое правило, созданное по умолчанию, которое помогает вам защитить ATS от несанкционированного доступа. То есть данные правила по умолчанию фактически не защищают вашу ATS, а тягивают время и уведомляют вашего администратора о том, что кто-то пытается сломать вашу ATS. То есть для того, чтобы ответственное лицо вовремя было проинформировано о том, что кто-то пытается либо попасть на веб-интерфейс, либо получить несанкционированный доступ непосредственно к самой системе, то вот есть уведомление об атаках. Здесь есть два типа уведомления. Во-первых, это звонок. Соответственно, если вы выбираете уведомление с помощью телефона, вам нужно указать номер. Номер указывается в соответствии с вашими исходящими маршрутами, то есть какой-то префикс и номер ответственного лица. Также указывается количество вызовов от 1 до 10. То есть что это количество вызовов? Это данный параметр применяется для того, что если, например, ушел первый вызов, ответственный человек не ответил в течение 60 секунд, соответственно, система через 60 секунд ему еще раз перезвонит до тех пор, пока он не возьмет. Вот здесь как раз указывается количество попыток. Также можно прикрепить аудиофайл, который будет проигрываться, то есть когда система дозвонится до ответственного лица, соответственно, начнет играть какой-то файл, записанный заранее. И также можно еще, как и параллельно или отдельно, включать уведомления через e-mail. То есть также указывается e-mail адрес либо несколько адресов через точку запятую и некоторые параметры, которые придут непосредственно на IP-адрес. То есть здесь укажется, на какой хост к вам ломится, соответственно, IP-адрес, MAC-адрес, какой порт, какой протокол используется и, соответственно, время. Параметры эти можно изменять. Если вы наведете на палочку i в синем кружочке, то здесь есть некое описание возможных параметров. То есть вы параметры можете менять, если вам какие-то лишние считаете, либо что-то добавить, которое не используется по умолчанию. То есть данная система – это просто оповещение об атаках. То есть, как я уже сказал, есть две атаки. То есть это атаки IP-адреса для получения несанкционированного доступа. Как правило, это регистрация либо попытка влезть непосредственно в саму АТС, либо же попытка сломать логин и пароль для доступа в веб-интерфейс. То есть две такие функции уведомления. Соответственно, для веб-интерфейса работает в том же режиме. Уведомление с помощью вызова и уведомление с помощью электронного адреса. Также здесь еще в АТС есть USB-порт, который на текущий момент используется для функции автоматической записи их разговоров. Давайте немножко забегая вперед. У нас также в системных настройках есть раздел «Дополнительные функции». То есть в данном разделе на текущий момент доступна только одна функция автоматической записи разговора. То есть сейчас при покупке АТС на нижней панели есть наклейка с информацией о MAC-адресе и также будет приклеена наклейка с ключом для функции автоматической записи разговора. То есть во всех IP-АТС у серии, в которых есть функция автоматической записи разговора, то есть данная запись будет включена. Но единственное, что от вас потребуется, это ввести этот код. Что можно сказать про код? Данный код привязан не только к MAC-адресу, он привязан еще непосредственно к внутреннему железу и к некоторым данным в программном обеспечении. То есть один код вы не сможете использовать на несколько разных АТС. Ну, в принципе, это, наверное, и не нужно, потому что все наши АТС уже сразу идут с наклейкой, с кодом внизу. Ну, как бы это в любом случае, это защита и нужно сказать, что это сделано только для России на текущий момент. Ну, и для Казахстана. То есть когда появится еще дополнительный функционал, такие вещи, о которых я говорил ранее, как некий тарификатор, плюс появится еще некий софтфон платный для IP-АТС. Здесь эти функции также будут доступны в разделе «Дополнительные функции». То есть вы приобретаете лицензию, соответственно, у вас здесь есть вот кнопочка «Включить-выключить». Когда вы нажимаете на кнопку «Включить», появляется окошечко, в котором вы вводите регистрационные данные, то есть фактически ключик, и активируете данный функционал. То есть эта система уже откатана, и она будет работать для всего остального функционала. И, соответственно, сразу вернемся к USB-порту. Так как у нас функция активирована, мы можем посмотреть некие данные по USB-порту. На текущий момент сейчас подключена флешка. Здесь вот есть некая информация, то есть объем основной, об основной информации, объем подключаемого USB-устройства и, соответственно, на какой процент использовано пространство подключенного устройства. Также что здесь еще есть? Есть форматирование, очистка и безопасное извлечение USB-носителя. То есть если вы подключаете USB-устройство формата, не поддерживающий АТС, соответственно она вам об этом тоже сообщит и продолжит это форматировать. Соответственно форматирование уничтожит все данные, которые до этого были на АТС. И также есть небольшая табличка зависимости информации на количество записанных часов. То есть, к примеру, объем USB-носителя 2 ГБ запишет вам 64 часа. Разговоры пишутся в 711 кодеке, довольно таки приемлемое качество. Можно прослушать и решить то, что вам нужно. То есть это то, что касается нового функционала в данном разделе. Далее переходим в раздел IPATS. Тут у нас в принципе все так же остается. Есть FxS номера, настройка автопровижна, также линии, маршруты, исходящие маршруты, входящие маршруты. Здесь ничего добавлено, особо нового не было. Но надо наверное сказать, потому что на предыдущем вебинаре я не говорил. Есть такая настройка системные сообщения. Что это такое? Это системные сообщения. На каком языке будут проигрываться системные сообщения? По умолчанию. Так как прошивка сейчас все еще бета, мы ее заканчиваем. Стестировали ликализацию по умолчанию. Здесь сейчас стоит английский язык. То есть когда вы будете в будущем входить, приобретая АТС, используя непосредственно уже наше программное обеспечение, по умолчанию здесь будет стоять русский язык. Но все же немножко расскажу. То есть эта функция меняет на каком языке АТС будет вам выдавать системные сообщения. То есть когда вы входите на русский интерфейс, здесь соответственно будет стоять русский. Нажав на кнопочку загрузить, АТС через некоторое количество времени применит настройки соответствующего языка, который был выбран. Ну, может быть кому-то это не нужно, кому-то может быть нужно. Вот сейчас вылезла ошибка, к сожалению, потому что, как я говорил, прошивка все еще бета. Ну, смысл данной настройки понятен, надеюсь. Что здесь есть еще интересного? Нужно сказать, у нас в АТС, в моделях 300-й серии, 100-й, 200-й, на передней панели есть аудио вход и выход. То есть эти входы используются, аудио вход используется для музыки в режиме ожидания. Вот здесь в разделе аудио настройки музыки в режиме ожидания есть такая настройка external, external music и, соответственно, громкость. То есть если вы подключите какое-то устройство, которое будет проигрывать музыку, вы можете в аудио-ин включить в IP ATS в нашу и, соответственно, проигрывать музыку. В формате mp3 или еще в каком-либо другом формате. Соответственно, здесь регулируется громкость и также в панели выбора музыка в режиме ожидания, там где это нужно использовать, вы можете выбрать external и, соответственно, проигрывается музыка непосредственно с того устройства, которое подключено к аудио входу. Если вы используете аудио выход, то данная настройка, данная возможность предназначена для оповещения. То есть у нас вот здесь в дополнительных настройках есть оповещение. То есть это page and call и, соответственно, устройство, которое подключено к аудио выходу, если у вас уже какая-то есть система оповещения будет, непосредственно проигрывается для той группы, которая здесь подключена. Здесь также есть регулировка громкости. Это то, что касается аудио входа и выхода. Также были добавлены некоторые настройки в SIP. Для чего было сделано, то есть давайте сразу дополнительные настройки. Здесь были добавлены такие функции как log guest и, соответственно, параметр pedantic. То есть при работе мы частенько сталкиваемся с такой проблемкой, что операторы для регистрации используют один IP-адрес. Также для исходящих звонков, соответственно, этот же IP-адрес. А при входящих звонках в сигнализации проскакивает другой IP-адрес. И в данном случае АТС, раньше АТС это игнорировало и приходилось манипулировать с этим IP-адресом. Теперь, чтобы в дальнейшем этого не было, была добавлена такая функция как log guest. Соответственно, эта функция фактически активирует прием с любого IP-адреса. То есть с любого IP-адреса, если вам позвонят, то если вы ставите галочку да, то вы примете входящий звонок. То есть это некое решение для вот именно таких вот операторов, которые используют такие вот гибкие настройки. И также функция педантик, то есть это построчная проверка, соответственно, самого форматирования SIP-пакета и, соответственно, еще самого SIP-безголовка. Опять-таки же некоторые операторы, это не запрещено, сразу скажу, что это не запрещено RFC, но некоторые операторы это используют. В цифровой подписи есть поле. Как правило, это поле выведено в одну строчку, но частенько операторы, может быть, для какого-то своего удобства или для удобства отображения информации используют построчный вывод этой информации. И если данный параметр отключен, соответственно, могут возникать вопросы с регистрацией и, скорее всего, будет приходить ошибка какая-нибудь там. Нет аутентификации или что-нибудь в этом роде. Вот если вдруг такое происходит, то включив этот параметр, эта проблема решится. Ну, собственно, здесь больше ничего новенького не добавили в этом разделе. И еще была добавлена функция в разделе отчеты, отчеты системного журнала. Нас очень просили, чтобы добавили некий Pickup Trace, потому что читать текстовые логи не очень удобно и довольно-таки сложно их получить. То есть для этого, как в наших Ялинковских телефонов, есть функция Pickup Trace, и она прямо в формате Pickup вы можете получить лог. То есть каким образом это работает. Указываете IP-адрес. И нажимаете кнопочку Start. Можете указывать порт, можете не указывать порт. Если вдруг нужен какой-то определенный порт, то можно указать. То есть сняли с IP-адреса лог и нажимаем сохранить. Вам появляется окошечко либо открыть, либо сохранить. То есть нажав на открыть, вы получаете некий лог в формате Pickup. Где показана сигнализация, полученная с IP-адреса 179 до непосредственно IP-адреса, на котором находится у нас сейчас СТС. То есть можно проанализировать достаточно легко и гораздо удобнее. Это будет удобно не только вам, но и конечно же это будет удобно нам, как инженерам технической поддержки. То есть вот в конце концов мы добились для того, чтобы эта функция была реализована. Ну и на этом наверное все. Все что касается новых функций, соответственно всего интерфейса. И теперь можем сразу перейти к вопросам. Либо если у вас есть какие-то вопросы непосредственно по настройкам, давайте я готов на них ответить, либо что-то показать. Коллеги, если вдруг у кого-то была проблема со звуком, хотя вот Дмитрий говорит, что вроде все было хорошо. Если вдруг что-то пропадало, будет соответственно запись. Посмотрев, проанализировав запись, вы можете задать вопросы также нам на support, либо позвонить в нашу техническую поддержку. Ну, коллеги, раз вопросов нету, я могу предположить, что я вам все хорошо донес, это здорово. Соответственно, если, опять-таки же повторюсь, если есть какие-то, появятся вдруг вопросы при дополнительном просмотре видео, либо после проанализировав какую-то информацию у себя в голове, вы можете, как я уже сказал, либо написать нам на support.sobaka.pimatico.ru, мы постараемся в кратчайшие сроки ответить на все ваши вопросы. Либо позвонить нам непосредственно на наш московский номер, либо казахский, либо украинский, в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь. И мы с радостью вам ответим на все ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...